Фамилия, имя, отчество? Дорчуков Андрей Викторович. Звание? Майор. Подразделение? Честная военная компания. Как барнер? Я не знаю название, потому что никаких документов не... Говорят, что вторая какая-то есть. Командир непосредственно ваш? У нас нет командира. Кто ставил боевую задачу? Он приходит через Министерство обороны, через военные. Ну вам, непосредственно вам, кто ставил задачу. Мне военные берут координаты и время. У вас что, частный самолет? Почему? Ну мне выделяют какой-то самолет, вот этот ваш самолет на смену. А место базирования? Город Милинград. Оттуда валюты? Да. А где до этого проходили военческую службу? На Дальнем Востоке все время. Войско-частную? Сейчас не знаю, раньше было 647. Владивосток, Черниговка, очень Дальний Восток только. И Орловка. Родом откуда? Родом город Североморск. Семья есть? Есть. Кто? Жена, дети. Детей сколько? Трое. Лет сколько? Ну, уже знаю, город от 3 до 18. От 3 до 17. Проживаете? Водилосток. Что делали на территории Украины? Выполнял поставленные задачи. Какая была поставлена задача? Задача была по оказанию помощи республикам Донбасса. Ну и соответственно нанесение ударов это уже частная задача. Нанесение ударов по кем объектам? Ну, по опорным пунктам, скоплениям силы, скоплениям живого и силы противника. Населенные пункты какие? Да, выдают такую цель. Населенных пунктов, ну, работали в районе деревни Николаевская и водохранилище Михайловское. Сколько вас воли там было? Ну, 1-2 в день. В целом? В целом. А, в целом. Ну, я с 14 числа здесь. 14-го числа чего? 14-го числа приступил. 5-6 нет, вот так. В день? Нет. Всего. Ну, 1-2 в день, не больше. Ну, 3 планировалось, но ни разу так и не получилось летать. Ну, может, 5 шеевых задач. Экипаж? Экипаж, один человек. Процесс постановки задач. Вот. Объясните изначально. Объясните задачу. Кто дает, как, каким образом это все происходит? Ну, процесс постановки следующий. Есть направление сатарминии. Он вызывает, говорит, так и так есть задача. Фамилиями, отчествами. Они меняются. Это... Кого помните, дежурные. Я никого не знаю из военных. Я подошел из тетрадки, переписал кардинам, дату вылета. Ну, и время вылета. Ну, и время нанесения удара. И там боевой курс, обычно, еще дают. Все. Готовишься к этому времени. Распределяют самолет там какой-то. Кто распределяет? Ну, приходишь, там написано. Много вас, ну, вот, таких, девочеков? Три человека. На данном. Именно с чего-то. Да. В каком году уволились сами? Уволился в 15-м году. Оно списано с 9-го года, по-моему. В 15-м уволились в какой должности? На данном командире скандинга. Ребята вот эти, которые предложили, кто это? Ну, сослуживцы бывшие. Кто? Фамилия, имя, отчество тоже давать. Ну, Камэшка наш, который был. Ну, вы понимали, что вы будете убивать... У вас моральных ограничений не было. И мирное население. Ну, насчет мирного населения, как бы, задач таких мне не ставилось. Мы работали исключительно на визуальной видимости и исключительно по опорным пунктам. У нас всевозможных средств очень много нанесения удара, если что. Действительно, скорее всего, не получал полной информации о том, что здесь действительно происходит. С военнослужащими ВСУ поговорил, посмотрел всевозможные фотографии, которые они снимают во время боевых действий. Ну, и понимаю, что действительно гибнет очень много мирного населения, очень много детей, женщин. Поэтому считаю, что это неправильная война, ненужная. И я раскаиваюсь, что я принял участие в ней. Если бы это была война между двумя армиями, ну, как бы, тут была совсем другая была обстановка. А то, что гибнет очень много мирного населения, оно того не стоит.